секунду да у нас вторая карта друзья команда санайка одни же команда avalos против джастин формат встречи у нас был 3 возможно это вторая последняя карта а возможно если джастин удастся отжать эту карту у нас ожидает еще одна карта третья последняя в чем я конечно же очень сильно сомневаюсь но но все может быть так что в принципе первую карту довольно таки легко забрали копилку себе команда avalos без каких-либо проблем принципе без сопротивления по моему 16 минут понадобилось санайка чтобы закончить эту карту посмотрим как она будет здесь как будет на этой карте давайте перейдем к пиком к банам да к драфтом а то в принципе на первой карте чуть поболтали о турнире за интернешнл который прошел так что даже не было времени то есть так что давайте все это исправлять на этой карте командовалась что по банам бурда санкин шаду в демона джекира омни night команда джастин забанили фуриона туска друида визажа и шаду финда такие вот дела такие баны по пикам у нас чен плюс пангольер хорошо хорошо чем пятерка для санайка панга видимо у нас либо хард либо мид посмотрим последующим пиком чё как там будет чтобы уже ну понимать точно кто куда и зачем тем более как и на первой карте того момента когда закончилась у нас первая карта принципе ничего не поменялось я как не знал что это за команда джастин таки в принципе ничего не знаю без понятия кто там что за игроки но просто с ними чуть посложнее то есть посложнее понять кто и куда зачем кого они там берут кого они куда будут отправлять пока что как я всю эту делу все это дело вижу у нас есть бристалл бэк мирана тренд протектор бристалл у нас видимо либо hard либо керри мирана у нас четверка тренд у нас пятерка то есть получается команде джейки до команде джастин нужно добрать керри и мидера то есть но если бристалл у нас hard потому что вот этот принципе может у фуху это хускор так это хускор что методы к керри или что ну блин у тогда джастин нужно брать либо вайпера либо снайпера да умеет это уже плохо потому что они вынуждают до команду джастин пикать кого-то до кого-то кто должен закрыть ускора а если вы не пикните там условного вайпера или там снайпером ну и либо еще ли на хорошо стоит против ускара тогда у вас центральной линии будут очень большие проблемы принципе это очень плохо кончится для вас и более когда команда сильно-сильно слабее своего противника своего оппонента до у овалос появился дыкай появился хускар ну понятно что хускар у нас пойдет в мид а дыка у нас пойдет в в лейт до в легкую панга в сложную получается чем пятерка посмотрим посмотрим как just team какая у них будет реакция на пику скара то есть но здесь без вариантов здесь либо так ли на не в бане но никто не вайпер не в бане не снайпер не в бане то есть принципе любой из этих персонажей заходит хорошо тот кто прям сильно контрит это она вайпер и снайпер то есть они прям жестко контрят хускара их узкара будет довольно таки сложно стоять в миде то есть я бы пикал там либо снайпера либо вайпера то есть можно еще линку если она тоже хорошо себя чувствует просто против узкара узкара довольно таки тяжело будет посмотрим чью пользу сделают вставку команда чистим вайпер так все-таки вайпера они решили пикнуть хорошо хорошо они пикают вайпера тогда получается хускара нужно убрать сми да правильно потому что ну хускар просто но очень плохо себя будет чувствовать да он офигеет от того что он придет в мид да и в принципе хускар который должен давить убивать вайпер его просто загнобит хотя ну я не знаю как какой силы там мидер у команды части так что все может быть так что по банам забанили луну а команда чистим забанили сфа и на гусаре так минус в рачка то есть они думают что все таки чистим нужно добрать кого-то керю принципе я согласен я согласен с командой обала сдастся найка санайком то что нужно добрать как раз таки керри команде чистим а вот керри который будет хорошо стоять против ускара дк но который там в будущем сможет неплохо с этими парнями справляться да ну кто там кто там такое брен кстати друид в бане дурит хорошо себя чувствовать есть еще один медведь еще есть урса которая тоже хорошо в мид гейме и ближе к лейда гейму хорошо себя чувствует против дк и хускара ну и того же пангольера кто еще есть из тролль тролль тоже неплох тролль не в бане тролль не в бане так что тоже неплохой вариант это урса все-таки это урса ну блин хорошо хорошо выглядит выглядит довольно таки неплохо если честно команды стим намного намного поинтереснее нежели это все было дело на первой карте но как по мне этого все равно недостаточно потому что они просто они просто все поменяли они пикнули снайпера в мид правильно да они отправляют снайпера в мид и и будет очень тяжело теперь вайперу потому что вайпер теперь в большой заднице да потому что а хускара они отправляют в сложную дк у нас получается мид себе получается ой прошу прощения к себе идет в сложную а хускар будет играть на четвертой позиции правильно там же и к играет на четверки до снайка пятерка да все вот так чем у нас пятерка панга у нас тройка смоленайт первая позиция хускар четвертая позиция и снайпер вторая позиция центральной линии у команды джа steam так получается урса керри вайпер у нас мид правильно так тренд протектор у нас пятерка бристлбэк у нас тройка и мирана у нас четверка вот такие дела знаете после того как команда овалос пикнула себе снайпера да они про но они просто перепикали они перепикали части потому что они понимали что стоять против вайперах ускару будет нереально то есть ну будет сложно их ускара просто будет голый босс и то есть бедняк и зачем зачем нам терять такую хорошую линию даться напомню что центральная линия она самая важная до там минуты так 15 до до мид гейма это очень важная линия то есть и проигрывать эту линию но не слишком бы хотелось команде валос принципе они для этого пикнули снайпера и отправили его в центральную линию и вот снайпер просто там нахлобучит этого вайпера но я не могу сказать что прям сильно но снайпер это прямая контра вайперу так что в принципе как и прямая контра на тому же хускару в которой он есть так что но интересно будет посмотреть все еще ничего у нас не поменялось то есть на второй карте у нас также фавориты команда овалос там по моему уже коэффициент ближе к десяти на команду овалос по моему один что-то 03 или 04 то есть ну прям ну ни о чем то есть ни о чем любители что-то там поставить денежку на команды да ну прям поставить чтобы поинтереснее было смотреть конечно же я вам не советую потому что ну а зачем то есть на овалос смысла ставить нету так как очень маленький официент на команду джаз тима тем более нету смысла ставить потому что но они явно выступают здесь в роли второго номера так что просто давайте посмотрим желаю вам всем приятного просмотра еще раз напомню что это закрытые квалификации на bad boom дача белград который пройдет в сербии где-то там конце конце декабря вот так у нас вроде есть здесь небольшой замес до за руну так что по рунки у нас уже три руны за командой боже три руны за командой овалос так еще и фбшка для команды овалос будет ли еще до минус 2 сделали просто пока смотрел кто там руны забрал но получается убили брестелбека да и убили еще расти убили мирану ферст блата у нас для керри команды овалос и второй конечно же фраг для четверки команды овалос так что стартует команда овалос 20 тем не менее все таки пик если сравнивать его с первой картой я говорю сейчас про just him он ну чуть поинтересней реально чуть поинтереснее но этого все равно недостаточно очень сильно недостаточно просто сравниваю с тем пиком который был на первой карте потому что на первой карте что-то какая-то ну сборная солянка какой-то там логики не то что присутствует логи она просто отсутствует да кстати что там через тайка им понял понял покажу вам что у нас по аспектам кстати где-то умер у нас хускарном к сожалению этого не показали мы смотрели как снайпер просто унижал байтера при но это снайпер а чё они хотели то есть в принципе здесь будет все да 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 все будет о блин очень рядом было кстати если бы меранка попала стрелой скорее всего об это закончилось смертью для шторм штормера так что вайпер бы чуть выдохнул да не сильно но тем не менее отдышать ему было бы попроще кстати будет умереть сейчас тренд протектор да без проблем это его не спасет до минус брену просто все линии все линии будут страдать от команды авалас просто все линии за командой авалас я steam без реально мид без шансов топ линия без шансов и легкая линия но до 1217 будет тяжело очень тяжело что задник на им такой да откуда мне знать что за дик на ему вот парень захотел себе не книг 1217 так что его право как говорится на видим что вайпер просто нюхает крипов то есть ему тяжело ему сложно но здесь сейчас будут опять размены ну блин даже если вы убьете этого эти это просто четверка еще . и нет 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 так умер опять где-то вайпер опять в соло пока мы смотрим здесь драки боже как они кайтят как они кайтят просто команду justin минус еще медведь это уже минус 2 это минус мидер минус керри поле ну возможно это карта будет еще побыстрее да здесь нападение еще на бристалл бэка минус еще бристалл бэк боже как плохо как плохо почему мы не стали смотреть маузов вот не знаю что так ну просто без шансов счет 71 четвертая минута у нас на преимущество уже 2000 за командой авалас блин интересно что думает dota плюс по этому поводу 58 на 40 ну ладно 60 на 40 это на самом деле еще даже очень неплохо для команды justin потому что я бы уже сказал где-то 75 на 25 так смотрим что там блин вайпера только 2 в рейсбэнда даже еще и сапога нет он и так медленно еще без сапога видим что здесь к себе подфармливает у нас просто хускар будет собираться первым артефактом в армалет вот просто четверка хускар который унижает унижать здесь пангольером кстати может умереть до умирает а вот тренд протектор нет тренд протектор без шансов не выживет будет умирать до размер но это неплохой на самом деле размен для команды джеки так как они отстают они проигрывают так что я думаю это в плюс плюс да по бабкам чуть больше заработали не плохой такой бонус кстати вайпер сейчас опять умрет опять умер какая смерть третья смерть и здесь очень сильно страдает bristol бэк он страдает он конечно же также не выживет потому что но блин стянулся хускар если что также неплохо контрит bristol бэка за счет своих за счет за своего копья да и можно очень сложно такое комментировать потому что но блин ты смотришь как одна команда очень сильно унижает если так можно а если так можно говорить выражаться потому что ну как по мне это грубо но блин мне кажется что-то самое подходящее слово возможно потому что я наблюдаю ну просто одни унижают у вторых и все хотя это ну по факту это спорт так что это нормально эти здесь под загулял он кстати не убьет здесь миран умер она должна выживать под загулял чуть сильно поверли в себя этого не нужно делать нужно играть спокойно с довольно таки холодной головой с очень трезвым до трезвый головой потому что зачем зачем вам тянуть время зачем вам давать какие-то шансы своему противнику лучше играть более сдержанно видим что там есть нападение на т1 товар не знаю хотят ли дэв а джи стим или нет нам пока что показывают топ покажите нам здесь кстати вайпер будет еще раз умирать это уже четвертая смерть уже как же плохо этому вайперу да вот нас здесь показали нам networks и видим что топ-3 networks а за командой овала в принципе что стоило и ожидать то есть ничего нового принц как и на первой карте так и на второй карте все три линии были проиграны команды джи стим то есть им тяжело но просто аут пик аудра то есть без каких-либо шансов да на на хоть что-то так 1217 здесь пока что дерется с тренд протектором подтянулся еще вайпер эки они точно заберут и кстати к себе также могут забрать где-то а умер умер все-таки от сгорел у нас 1217 привет удачного стрима киллер 20 привет спасибо и тебе хорошего дня хорошего настроения так что у нас 7 минута друзья 3к преимущества за командой валос потеряли они только что джейки своего хардлейнера как же тяжело как же тяжело здесь команде чеки не знаю блин почему мы все-таки не решили смотреть маузов потому что очень и очень сложно джейки что-то будет сделать до 1217 здесь нападает на ксиби понятно что пангалер здесь без каких-либо шансов не выжить хотя время очень много выигрывает хочет отдаться при на удастся нет нет все таки фраг достался 1217 ну хоть что-то но конечно же этого недостаточно этого очень и очень недостаточно здесь и бристалл бэк что-то подфармливает но без шансов как по мне смоленать зашел есть танчик по миранке у миранке есть лип на второй лип не туманы поражал стики мана появилась но уже не было куда липаться как говорят говорится так 1217 неплохо так просел по хп но кстати у него еще нету 6 уровня еще пол уровня до ультимейта так что нужно быть очень осторожным что там у пангалера у пангалера 7 уровень собирается через артит боже как же будет сложно команде джесси мне то что сложно это будет невозможно просто в соло хочет убить нет нет и тренд протектор ливинг армором подсевил и будет жить у нас ну а вот центр протектор конечно же не выживет эки поставил поставила все чтобы сделать фраг мне кажется это было лишнее но тем не менее здесь бристалл бэк опять страдает смоленает уже форме рядом еще шторм штормер заряжает патрон минус бристалл бэк друзья минус такие дела но видимо что на этой карте части подольше подольше продержится у нас нежели на первой карте я думаю что потому что там закончилась на 16 минут я думаю здесь около 20 понадобится команде овалос так как ну пик все-таки получше нежели на первой карте здесь встретили опять тренд протектора тренд протектор имеет возможность скрыться до вроде как скрылся пока что жив в цел подобрал лотус санейка это все дело увидел но какой-то погони видимо не будет потому что зачем тратить свое время лучше бы навалиться на т1 tower который стоит в верхней линии и его забрать потом можно забрать еще т1 снизу то есть но есть чем заняться как говорится ну да да тренд протектор написал good game well played sorry мисс но я тоже что-то подумал что это мисс потому что ну как так вроде вроде пока что рано только 10 минута так ну все-таки тренд протектора у нас долетался как говорится доходился минус здесь нападение на бристалл бэка брену тяжело бристалл бэку да неплохо он пробил здесь эти но этого недостаточно ум снайпера есть уже пт-шка mail шторм в райсбэн боже как же много у снайпера а про свалена это еще молчу пт-шка армлет дальше делает бкб так что там в чена делает себе барабан и видимо будут сейчас аркан бутцы драгонайта я показывал здесь кстати 1217 очень сильно агрессирует может переагрессировать узкар имеет по языке делает свой армлет панга имеет по языке делает арчит бристалл бристалл пока что фалкон бейт сапог на разгон да есть воду маска но пока что этого мало кстати к себе здесь один если попадет стрела не отстрела не попадает так что жив в цел что там трэнта аркан бутцы хочет сделать урса кстати делает себе диффуза не бф не гоним диффуза вайпер имеет пт-шку 2 в рейсбэнда хочет свой блэд мэйл нафармить ну да быть мало еще далеко как говорится как раком до китая миран и пока что только аркан бутцы хочет меку сделать а вот здесь нападение на бристалл бэка залетел патрон от снайпера минус бристалл бэк ну все все в большой заднице то есть прогнозы минут 20 это прям потолок для команды части я думаю довольно таки сложно будет они это будут еще будут еще матчи но я думаю что матчи будут проходить по расписанию то есть ну нет не скажи не скажи что тот кто пикал снайпера той тот побеждал на за интернешнале до где-то топ-8 топ-10 снайпера пикали на четверку то есть и там все проигрывали тот кто пикал снайпера сразу же отлетал возможно из-за того что они пикали снайпера на четвертую позицию да они на керри либо в мид то есть потом понятно когда уже игра пошла такая более тяжелая более профессиональная кто там да тут то пикал снайпер прецеп howls снайпер в принципе побеждал но до этого очень много пикалась снайперов то есть что на групповой стадии что на второй групповой стадии на стадии когда пола жеребьев к то есть нам но уж стадия посева вернее то есть пикали снайпера в четвертую позицию снайпер принципе всегда проигрывал при сколько матчей не смотрел снайпер всегда отлетал только потом они поняли, что снайпера нужно пикать в кора, да. Так, есть танчик по Бристлбеку, но Бристлбек пока что жив в цел. Пока что. Так, навалились толпой, огромной толпой на Т2 в нижней линии. Так, сейчас будет умирать Эки. Нет, он все-таки отошел, хорошо отошел, потому что так или иначе он бы умер, если бы не отошел. Ну и Бристлбек, хотел я сказать, что Бристлбек вроде как выживает, но нет. Здесь Ксиби катается, да, на своем мотороллере, как говорится. Но Роллин Тандер закончился. Тренд Протектор тратит ультимейт, чтобы забрать Ксиби, и у них это получается. Ну, хорошо, ладно. 1-2, получается, подрались. Так, забрали еще где-то у ФСУ. Ну, нормально, четверка. Забирает Керри Урсу, команды Just Team. Не знаю, еще минус Т2 Тавр. Видимо, они не станут уходить, да, а пойдут просто на ХГ, на Т3 или нет. Ну, кстати, неплохо отпушили, команда Just Team. Сейчас на 14-й минуте появится руна Мудрости, можно ее подбрить. Здесь Крипскип это у нас Бристалбэк. Но Смоленайт. Смоленайт уже в Шадоу Блайде, офигеть. Он нужен Сильвер Эдж. Возможно, он дособирает себе Сильвер Эдж, потом уже будет покупать себе БКБ. Ну, пока что в спину. Ну, тяжело, тяжело пробивать, но все равно пробивает. Смоленайт пробивает. Так, отпевается Флаской, плюс есть Ливен Армор от Тренд Протектора. И что, они решили подзабить на него или что? Потому что, ну, а что делать? Нет, решили, нет. Решили не подзабить. То есть, играют. Еще и Арчит, который появился в Пангольера. Ну, это минус. То есть, да, времени много выигрывает. Очень много выигрывает. Времени выиграл много, но, тем не менее, умер. Не знаю, плюс это или минус для команды Just Team. То есть, то, что он дал какое-то время попармить своему керри, да. Здесь, кстати, встретили Миранку, которая тоже... Что они делают? Вот что? Вот что вы здесь делаете? Зачем? Даурса дофармил свои диффуза. Снайпер дофармил Драгонлендс. Видел, у него появился Форстаф. Получается, еще 150 голды до пики. Здесь дерется Эки 1 в 2. Понятно, что силы неровные, так что эту драку он проиграл, но подтянулся здесь Пангольер. Ставится у нас Овергросс от пятерки Тренд Протектора. В принципе, этот Овергросс, который был поставлен Тренд Том, да, ультимайт, хороший ультимайт, ничего не сделал, так как Урса отправился в Таверну. Получается, фраг был сделан, команда Овала своего достигла, так что, ну, нужно, наверное, было сохранить. Нападение здесь на Энгейма, минус еще Вайпер, нет, Вайпер уже имеет Блэкмейл, ультанул он в кого? Ультанул он в Чена, как говорится. И что, патрон еще залетел? Да, минус у нас Вайпер. Так, будет сейчас Миранка умирать, нет, Миранка тратит два липа, выживает, ну, ну, а здесь Смоленайт просто в соло, на Т3, пока его команда там клупает два тава в центральной линии. Тяжело, очень тяжело, довольно-таки быстрые карты, но я говорил, там 20 минут потолок. Я думаю, что 20 минут и на этом игра закончится из OpenQual. А я не знаю, без понятия. Мне не, я никого, прям, ни одного не знаю игрока. Ну, видим пока, как они играют. Ну, против команды Санейка, так, подождите, у нас нападение, я видел, уже был Сильвер Эдж, получается, Смоленайт, да, Сильвер Эдж был, но пока что, вроде как, выживает. Команда Джастим, пока что выживает, Эки неплохо так подпросил, но для Хускара это нормально, тем более, который играет через Армлет. Так, полетел Эки вперед, кстати, это могло стоить ему жизни, да, что, в принципе, и произошло минус Эки. Ролин Тандер завел к себе, вкатился в двоих, сейчас будет умирать Бристлбек, да, задумка умирает, Смоленайт достается фраг за Бристлбека, и без Бристлбека, как это все дело, дефать, и я ХЗ. То есть, реально ХЗ, потому что, ну, тяжело будет, очень тяжело. 16 тысяч у нас за командой Авалос. Так, Смоленайт пошел вперед, получил ультимейт от Вайпера, нужно отойти, кстати, получил Пангольер пятисекундную, есть Диффуза, что-то налипах Мирана туда-сюда, но минус Трэнк Протектор. Да, не так быстро, это правда, не так быстро, как на первой карте, но так или иначе, по малу, по малу, и я думаю, к минуте 20 они должны закончить. Ну, доломает, доломает центральную линию 100%, да, можно не уходить, можно ломать нижнюю линию, Эки полетел далеко, далеко, кстати, может отлететь, прыгает у нас 12-17, да, забирает он, конечно же, Эки, но сам умирает, стоило ли они того, сомневаюсь. Минус 2, обратно, на одного Эки, и они что, просто пойдут в трон? Ну, видимо, да, есть танчик, также была тычка с Сильверетча, так что урона тона по этому Бристолбеку, в принципе, Бристолбек никакой угрозы не представляет для команды Валос, в принципе, и раньше не представлял, но просто потяжелее было убивать, получил у нас Драгонт Найт Ультимейт от Вайпера, им же просто пофигу, они в Блэтмейл его пробивают, но избиение, избиение младенца, у нас на экранах происходит, девятнадцатая минута, вы знаете, мне кажется, что они просто не сломают, потому что урона мало, и команда Джастим очень быстро респается, да, из-за того, что, ну, то есть, уровни маленькие, у нас только двадцатая минута, поэтому, может быть, что они не успеют, так, Расти, пошел, видимо, крип скипнуть, там кто-то делает ТПшку, кто это, Чен, видимо, Расти потратил уже все липы, потому что, что-то не липается, да, липов нету, еще КД, 10 секунд, ну, Мек, он прожал, Мека, само собой, его не спасает от смерти, так что, вот такие дела, такие дела, минус Мирана, но мы, мы просто досматриваем игру, с этим ничего не поделать, сейчас будут убивать еще, Бристлбека, так как у Смоленайта есть, Силю Рэджи, пошла тычка Силю Рэджи, пошел Станчик, там умер уже Бристлбек, сейчас умрет Вайпер, будет также умерять, умирать у нас 12-17, перед этим 12-17, под ДДшкой забирает Снайпера, это неплохо, но, само собой, это, я не знаю, как мертвому, какой-то Кадыла, или еще что-то, да, Расти, которые только что, были с Вистоверны, ну, просто тянут время, то есть, байбекается у нас Расти, блин, на первой катере написали, good game, играется у нас к Сибе, обходит здесь 12-17, плюс Расти, есть еще рядом Бристлбек, что, они хотели в Туза выйти, или что, так, Сибе прыгнул, есть Арчит, прыгает еще Хускар, минус, без шанса, боже, как же быстро, 12-17 прыгнул, как говорится, прыжок в один конец, то есть, прыгнул и все, просто из дизайбла не вышел, Расти также будет умирать, пока что Лип был, какое-то время потянуло, но, этого недостаточно, просто недостаточно, у нас 21-я минута, счет 41-11, в живых остался только Трент и Вайпер, Урса байбекается, но байбеки пока что, очень-очень, маленькие, так что, ну, байбекаться, есть такая возможность, но, понятно, что этого недостаточно, Рэмпэйдж, Рэмпэйдж, от Хускара четверки, просто Рампага четверки, ладно, ладно, друзья, ну, что, подходит у нас карта к концу, в принципе, каких-то чудес, у нас не произошло, имеем то, что имеем, друзья, в принципе, серия заканчивается, у нас со счетом 2-0, напомню, играла команда, Абанас, это команда Санейка, ну, которую собрал команда, которую собрал Санейка, против Just Team, Just Team, это команда из OpenQual, как видим, какого-то перформанса они не показали, в принципе, какой-то игры они не показали, какие сопротивления не показали, но, что, в принципе, следовало и ожидать, то есть, какой-то веры большой не было, не знаю, наверное, стоило смотреть маузов, но, имеем, что имеем, по расписанию, у нас матч должен начаться, сейчас скажу, друзья, в 15.00, да, в 3 часа по МСК, если не ошибаюсь, то есть, я планирую посмотреть Нигму Galaxy против Night Shade Esports, это, по-моему, также команда из OpenQual, но уже поинтересная, плюс Нигма, заявленный состав, Miracle, Sumail, GH, Noob и Omar, так что, ну, мне будет интересно, параллельно будет идти матч, у нас, OG Esports против Level Up, это тоже довольно-таки хороший матч, так как Level Up, довольно неплохая команда, весьма неплохая команда, я некоторые матчи смотрел, что-то комментировал, так что, возможно, будет интересно, но, но, помимо этого, друзья, у OG есть уже заявленный состав, в принципе, могу вам его объявить, это Whisper, это Ari, это BZM, это Sep, это Kaori, вроде как, вроде как, могу ошибаться, хотя, как по мне, как по мне, то есть, я, по-моему, читал, что там 23 Savage, 9, Whisper, Ari, Sep, вот так, по-моему, этот состав верный, 23, 9, да, вроде, вроде такой они заявили, состав, так что, ну, будет интересно, то есть, как, ну, все-таки, я хотел бы посмотреть Nygm, возможно, посмотрим OG, то есть, ну, не знаю, так что, такие дела, друзья, еще раз вам напомню, напомню про свой Telegram, про Twitch, про Kik, то есть, подписывайтесь, рад всем, все анонсы по стримам, там какие-то новости, решав, все это будет в Telegram, также в Telegram есть возможность со мной пообщаться, лично, если кого-то что-то интересует, пишите, всем рад, да, что до The International, как я говорил, то есть, большинство матчей, то есть, планирую именно я комментировать, понятно, что, что-то, ну, что все, я не смогу комментировать, кто-то будет еще комментировать, но в большинстве случаев, больше матчей, буду комментировать я, так что, был у всем, всех рад видеть, да, ну, я до следующего матча больше часа, понятно, что я не буду просто держать стрим, то есть, так что, увидимся, услышимся на матче, либо Nigma Galaxy, либо OG Esports, так что, всех обнял, приподнял, услышимся.